Музыка 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 Музык Музыка Музык Музыка Музыка Идеи, которые погибли в часы тоталитарного режима, могила нашего подраздела Бориса Нечерди на его чёрном привязку. Два слова – Борис Нечерда. А не роки в життя. И только белая марбуровая маска, которую сделал художник-скульптор Микола Степанов. Это была уже наша думка, наша идея, которую поддержали близкие Борисы Нечерди – не ставить роки в життя. Он прожил, прожил життя в нашей 60-м году. Хай он живет, и он живет в нашей памяти. Хай он живет на аллее зірок біля оперного театра. Я думаю, что эта зерка Бориса Нечерда на аллее зірок, между Пушкинским и оперным театром, появилась несколько лет назад. Но я думаю, что по этой великой духовной ценности, которую мы знаем и представляем Борису Нечерду, просягнуты и одесские краеведы, морские, міськие парки и отдельные споруды, где бывал, где шив Борис Нечерда. И он остается и в его книгах. До речи, абсолютно большинство книжок Бориса Нечерди вышло в Одессу. Мы сделали все, я працювал директором книжкового ведомства «Маяк», для того, чтобы обойти, как можно точнее и стрелять. В Ищут Дня Бориса Нечерди, и другие загадки, загороды и так далее. В него вышла всего одна книжка «Перекладная в Москве». И первое выбрание вышло только в 1990 году в Киеве. Все другие книжки появлялись в Одессе. И мы пишемся тем, что мы могли защищать автентичность письма, кто мог, настрою Бориса Нечерди, который втелен в книжках Бориса. Его любили не только читатели, но и он имел много братьев среди художников. Это, скажемо, я называю имя Юрия Коваленко. Он написал на ее Борис Нечерди «Перекладная великая повесть», где в таком по-братинскому иерогическом стиле выявил образ художника, очень похожего на Юрия Коваленко. Мне, конечно, дружили и с Миколой Степановым, который оформлял остальную книгу Бориса Нечерди. «Перекметность цієї назви», что Борис, заканчивши рукопис книжки, так ее и назвали. И когда мы его, товарищи и друзи, узнавали, что он назвал життевый рукопис «Постанья книга», мы, конечно, ремствовали, протестовали. Но и мне он сказал – «Ни, я оставлюсь у нас». Он мав еще жить в литературе, жить как особа, но живет его слов, живут его думки, живет его творчость. Книжка вышла в Одессе и посмертно, кроме этого, эта книжка вышла посмертно, остальная книга вошла в серии «Гауреати Шевченківської премии», «Кошмаяку». Я думаю, что мы вместе с Юрием Анатольевичем, с руководством жюри и органитетом Загальнонаціонального конкурса «Украинская мова-мова-ъединение», будем думать и торговаться для того, чтобы усилить внимание общественности читателей к творчеству и отношению Борисовича Родина. Это возможно в таком случае, что как-то включити в этот большой корпус творчества, под названием «Украинская мова-мова-ъединение». И я очень благодарен Юрию Анатольевичу, что он согласен с этой пропозицией, мы ее работаем, и не исключено, что мы хотели его в жизнь, уже сможем реализовать в этом году. А в цей «щобті», как когда писал Василий Стус, это украинское слово, которое означает невеликую количество людей, которые напоминают «Крас Максимов, Владимир Виколюченко, Юрий Анатольевич, я хотела бы, чтобы они высловалися и все. И еще раз скажу, 11 сечня об 11-й године мы всегда отменили его могилу, а 11-го липня об 11-й године это день народжения, это ровно півроку, мы разделяем ровно півроку, и все, мы встречаемся так же так. Поэтому сегодня и как раз мы с вами спілкуемся, згадывая незабутного поета Бориса Нечорбова. У вас слово по-буду. Дякую. Я хотел бы, мабуть, хиба еще уточнить с приводу Бориса Начинти. Он дружил с художниками это было такие холежанские сосунки, но не только товарищу Баб, но и был художником. Он имеет свои разработки и шахтовки, и оформление книги, и те пану, я хотел бы сегодня пригадать, которое было в спилке письменника на переходе с первого на второго уровня. Письменник тот же проект Атеев спробовал с такими названием Те пану, как раз между первыми группировками, которое властировало, то же самое Борис Нечорбов. Он на то время працювал секретарем инспекции письменников и там, на месте, и это все сделал. Это сейчас ленту, а вы знаете, про какую адресу идите. Это настолько связано, поэзия. Он сам свои книжки оформлял, особо с первого начала. Он оформлял книжки Колесниченко, Ширин, Голубов, Федюку, Тарасову Федюку, его, можно сказать, ученики, а сегодня и его авариантом Шевчатки, его авариантом Шевчатки. Пан Тарас, ваша вопрос? Память, звичайно, наближает, безумовно, мне просто, я згадую, Бориса, он был у нас дома, бавился с моими детьми, как раз, молював там, что-то, я уже, не знаю, десь и остались эти молювки. Вот. И згадывается его така, я знаю, такая лагидная и посмешка, и лагидное обличье, и такая прискиплива увага до співрозмовника. Вот. Памятаю, когда он мне написал первую книжку, это «Материк». Ну, я ж Тарас, куда же вы из этого и подетесь? Не Шевченко, Инна Григорович, и он написал «Материк». Потому что у меня это книжка есть, Тараса и Максимовика. Тесты Тараса. Мы встречались в разных ситуациях, и как Анатолий забыл, эти две постатки, Юрия Коваленко и Боря Нечердан, это неповторные силуэты и неповторная часть культурного життя Одессы. Такие разносторонние, яскравые. Бог не любила влада, официоз. И влада тоже не любит. А кто ее любит? А кто ее любит? Влада на местах свое место и художники, письменники, журналисты знают. Так что сегодня я дякую инициативе Анатолия Рущака, что мы почти каждый рік встречаемся около 11 часов на могиле славного нашего знаменника. А в липні нужно проводить однодельные литературные читания. И сегодня культурное життя Одессы и прозовое без згадки Борисовича, без его творческого дорого если его выключить, оно будет бедно. так что оно залишится в Одессе культуре, в Одессе нашего памяти творчество и в памяти и в памяти. Я думаю, что в рамках проведения 23-го Зале национального банковского украинского мовного объединения было выделено на какой-то день, что преследуем церковь наших письменников и в Одессе. которые есть не только в Украине, но и в Одессе, потому что надо память память нашего сегнала, что мы живем. Я хотел бы вам всем подякувать и чтобы у нас Новый Рек пройшел, старый пройшел, а ваше побажание нашим глядачам, потому что без этого не возможно. Мать, поддерживать, память друзей, память друзей молодости и сегодняшнего дня, быть другом и подруга также людям, которые гидны наших почутков и уважения. Терпение, мучность, вытянки. Вдяшности и доля, что мы живем в Одессе. Я приехал в Одессу с 17-летним парнем и практически сформировался тут. И дай Боже нашему городу давать Украине людям больше талантливых людей творческих дорог, которые остаются в памяти. я хотел бы сказать, что это подтверждение о том, что Одесса это культурная столица нашей страны. Правильно? 100% как мы говорили, и те зерки, которые появляются на логике нашего корпората. Это подтверждение о том, что была творчость, есть и будет творчость. И она без нас была бедна. А за веки нашим усилиям художников, поэтов, журналистов, письменников, творческих 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 работников. Я хотел бы всем побажать счастья, любовь и здоровья. Мы будем здесь встречаться не только на 11 числа, но мы будем здесь встречаться тут постойно, потому что это наше життя, наше прочее життя. Всем здоровья, любовь и по-разумению.